Я вернулся из Астрахани, немножко порыбавил с 14 по 17 ноября. И вот теперь я читаю, какие у вас ответы, отзывы. Снимите, пожалуйста, видео на тему, что или кто из господа удача, и как добиться того, чтобы идти с ней, по жизни держась за руку. Как-нибудь я попробую ответить на этот вопрос. Петрович, вечерами поднимается давление, особенно нижнее. Как помочь себе? Благодарю за ваш труд. А вы знаете, что попробуете сделать? Это говорит о том, что в течение дня у вас растет напряжение в организме, напряжение в мышцах. которые зажимают вены, артерии, и в результате чего начинает расти давление. То есть надо под вечер расслабляться. Ну, для начала попробуйте хотя бы позаниматься контрастным душем. Контрастный душ, это вы 30 секунд разогреваетесь под, ну, пускай, горячей водой, и буквально 5 секунд обдаете себя прохладной, не надо холодной, прохладной водой. И так 2-3 раза повторите. Посмотрите, что у вас будет с давлением. Петрович, нет у тебя тела йога, как у Сидерского, мало занимаешься, мало занимаешься вопросом. Вообще не занимаюсь. Поэтому, естественно, не могу этим покрасоваться. Вот посмотрите на меня, когда я там голодал, до голода, то есть это было, так скажу, год 1994. Еще раз так скажу, не занимаюсь вообще. Мои занятия это прогулки, это занятия с тяжестями через какие-то, какой-то там 1-2 дня. И основная работа делается вот здесь вот. Вы нас учили в книгах, тему про полевых паразитов рассказать. Ну, как-нибудь я расскажу и про это. Интересный вопрос. Петрович, вы гуляете по одному и тому же маршруту? Наверное, надоедает. Может, одни не ходить, а один дом заменить прогулкой физкультуры? Вы знаете, вот общение с природой мне как-то никак не надоедает. Самое, вернее, приятное, самое хорошее, самое эффективное, результативное, это вот обычная прогулка, когда я хожу примерно около часа, там я получаю очень много полезного. Вот поэтому мне не надоедает. Мне многие вещи не надоедают. Я привык сам заниматься и прогулками, и тяжестями, и многими другими вещами. Ну, это на тему геморроя. Всегда надо выявить причину геморроя. Тогда часто он подается лечению без операции. В моем случае это был систематически неправильный режим. Испражнение я имею в виду. То, что не надо сидеть на унитазе по 10-15 минут и все время тужиться, вызывая повышенное давление в венах ануса. В моем случае привычка формировалась из-за необходимости поражения по утрам дальше, если не было к этому позыва, ведь на работе нет комфортных условий до этого. Также запоры аналогично приводят к необходимости длительного тужица. Конечно, также надо избавиться от других неблагоприятных факторов длительного сидения, а также улучшения венозного прообращения, избавления от простых и так далее. У меня после устранения главной причины решающим лечением стало использование сильных венотоников, а свечи другие только как вспомогательное лечение. Ну что, видите, у каждого своя причина. Тужиться по 10-15 минут, ну это противоестественно, противоестественно, и естественно это вызывает сильное напряжение, которое просто-напросто раздувает наши вены, дует прямую кишку, то есть так может и прямая кишка выпасть. Этого не надо делать. Ко мне не было видео из тренажерного зала, видео у меня есть, я его сделал, но к сожалению, у меня с компьютерами такие проблемы были, вернее тут я разбирался, но оно уже есть. Печка вместо свечи подойдет, я не знаю, что имеется вот в этой фразе, печка вместо свечи подойдет, то ли таз прогреть, то ли что-то другое. Если прогреть таз, подойдет. Приглашают в КВН, но я живу не в Москве, поэтому мне туда тяжеловато попасть, тем более, что никто эти расходы не финансирует. Про геморрой. У меня возник он из-за больного кишечника, было кишечное протечение, обострение неяк, не знаю, что такое. И видно, сильно тужилось, сильные поздравы, поносы, в общем, появился ненужный геморрой. Он не беспокоит, тут когда глухает он, когда кишечник воспаляется. Но меня не устраивает, что он торчит. Это некрасиво все равно, и хочется избавиться, не знаю как, уже голодала 10 дней, кишечник, кстати, нормально подрабатывал, лечился, иду к исцелению на геморрой. Вот, правда, не знаю как лечить, однажды, одна надежда на голод. И то, я сомневаюсь, что он уберет его. Помогите советам, кто может, готово шевелить попу, и сделать все, чтобы с лечиться. Так вот и шевелите, вот это вот как раз, втяиваете анус, разу по 50, за один раз, ну, потихонечку с 10, начнете, дойдете до 50 раз, и будете делать это по разу в 5 в день, я думаю, у вас существенно все это улучшится. Петрович, давай видео ночной рыбалки. Интересно, про рыбалку, как я сделаю. Вот, во сколько лунные сутки по московскому времени начинаются, это надо смотреть, надо смотреть уже календарь. Возможно, со следующего раза их чтение я буду писать, вот, а что они начинаются тогда. Но, в любом случае, если вы не занимаетесь какими-то серьезными магическими действиями, для вас вот это вот время нормально сойдет. Поэтому не заморачивайтесь и не обращайте на это внимание. Так, Наталья Грачева можете назвать Невмывак своим учителем. Вот интересно, Влад Неваха говорит, чего вдруг, действительно, чего вдруг. Он прочитал мои книги и дал отзыв о них. То есть, я его до этого не знал. То есть, до отзыва о моих книгах я не знал Иван Павлович у него, не ворканы. Поэтому, к сожалению, учиться у него не пришлось в таком понимании. Про талую воду, что тут находится в желудке, пока не нагреется. Я должен, так сказать, вызывает спазмы в желудочном пузыре и так далее. Что, если вы выпьете полстакана, то, а ее так и надо пить. То есть, глоточек два сделали, и все, ее не надо литром загружать. Вы должны понимать, талую воду пьем один-два глоточка. И в итоге за день выпиваем, пускай там, где-то около литра. А литр выпитый так сразу, естественно, это будет окажется совсем другого действия. Можно ли ребенку 10 лет использовать рычатку? Можно использовать, дальше я не буду пока распространяться на все остальное, просто доза в два раза где-то будет меньше, а то в три раза меньше, чем взрослого человека. Скажите, правда ли алкоголь и сигареты влияют на геморрой? Я, значит, особо не выпивал и не курил и со своего опыта не могу сказать, но так как эти вещества сушат организм, скажу, да, что есть такое наблюдение, что после того, как человек перепьет что-то и перекурит, у него в организме непорядок и в частности по этой теме. как вы относитесь к АСД и употреблению его внутрь? АСД отношусь положительно и употреблял его даже внутрь, но как-то особо не прочувствовал, что что-то такое изменилось. Обожаю в онлайне гулять с вами. Интересный человек. Прошла жизнь на ваших книгах. Спасибо сердечное. Хочется прогуливаться, нанос себя заставить. Насчет сахара или меда можно пить чай с финиками, перекрутить финики на мясорубке и густую пасту заедать. Нормально. Так, я два месяца мучился, ни лечь, ни сесть, свечи не помогали, начал подмываться холодной водой и дня через ты, как рукой снялок. Был внутренний гемовый. Подмывал только задний проход. Ну что, видите, как помогает. Пишут, что день Экадаши это 19 ноября. Хотя там же четко написано, что Экадаши это 11 лунные сутки, а не как раз 17 ноября. Значит, я проверил по своему календарю и вам со своего календаря. Ну, положитесь на меня, а не различные сайты, потому что я перед тем, как сделать, я сверяюсь о чем писать, а потом уже пишу. Конечно, у меня могут быть ошибки, но на серьезные темы я ничего не буду говорить. Вказочных такие глупости несете, лечитесь, чиститесь о вид больного человека, включен на всю голову, да, но вы знаете, если Арина якобы вас не удовлетворяет мой внешний вид, то, что я тут рассказываю, то, что написано в книгах, просто-напросто обратитесь к другим авторам, или сами же просто-напросто наберитесь опыта и делайте так, вы считаете нужным. Больше мне сказать ничего.